мы с максиком приехали в город как приехали мимо ехали сейчас едем в максимуму школу школа находится от нашего дома где-то минут 30-40 мы решили заехать наш любимый даба кофе по кофе очку теперь только по вторникам а так дома готовим потому что ну что мы сильно много денег на кофе начали тратить мы решили это сейчас экономить только по выходным когда хочется от прогуляться семьей кофе или когда вот в школу едем там в общем-то реже намного иногда мы просто приезжали часто то есть мы приезжали просто едем по кофе и как это сказать как правильно выразиться знаете не то что там хочется эти деньги потратить поехать или мы такие кофе маны кофе маны ну может быть и кофе маны да но просто вот знаете дома сидеть зимой насколько надоедает у нас по кене всегда серо и холодно такая вот ну четыре сезона как вы понимаете зима и зима и осень тоже у нас такая в этом году холодная и весна кстати тоже сейчас прохладненько что-то в марте феврале даже было в конце теплее чем марте и вот сидишь дома ты так с детьми убираешь готовишь стираешь делаешь уроки убираешь готовишь стираешь делаешь уроки драешь дом да там пылесосишь и все такое и конечно же это надоедает и конечно же хочется сесть куда-то просто за руль включить музыку поехать расслабиться и выпить чашечку кофе хотя бы вот вот почему почему часто ездили сейчас уже как бы больше весна конечно же больше возможности где-то пойти в парк с детками погулять можно дома заварить кофе и взять с собой потому что если посчитать до сколько мы тратим денег на кофе если мы ездили почти каждый день и мы покупали как минимум два кофе бывало и 3 вот 10 долларов в день на кофе 30 дней считайте 300 долларов как минимум в среднем а то и 400 в месяц могло уходить на кофе просто на напитки вот так приехать кофе это не предел дети хотят какао поэтому бывало и 4 покупали в общем то вы понимаете масштаб для кого-то может это копейки но для многодетной семьи меня поймут люди у кого много детей и вообще люди кто работает на 1000 долларов или где-то там по вечерам драет эти офисы до клинит в общем убирает меня люди поймут что эти деньги не так легко зарабатываются в америке как кажется поэтому да поэтому когда хочется заезжаем теперь уже более экономно просто к этому подходим покупаем с собой молотая зерна здесь наша любимая в этом в этой кафешке эндаба опять же не реклама просто просто делюсь друзья если бы мне платили у них кстати есть курсы максим рассказывал сейчас он придет и подробнее расскажет там что-то такие дорогие курсы они то бесплатно не научат меня а я бесплатно их рекламирую ну пока мой канал принципе так и не сильно кто смотрит но по крайней мере может быть вы когда-то приедете сюда в спакен в гости заезжайте это находится прямо вот видите где фонтан вон у меня в зеркале riverfront парк называется у нас в донтауне и здесь фонтан летом очень красивый приезжайте тоже посмотрите кто будет проездом в спакене прогуляйте здесь по донтауну много ресторанов кафешек суши даткам очень вкусные тоже здесь недалеко вот если пройтись проехаться туда по моему по той улице или же нет нет не ссори вот прям вот за вот этой кафешкой и сюда налево по моему один квартал и на следующем квартале квартале или квартале как правильно на следующем квартале там стоит прямо на углу вот это суши даткам кафешка по-моему так она и называется знаете сейчас что происходит першит в горле отхаркиваю я начала масло добавлять в супы там салаты вот это я показывала с семян льна а также как она там называется вот это не хочу произносить это слово как-то по-другому называется но ее разрешили во многих штатах курить но вы поняли о чем я говорю из нее делают масло вот а масло оказывается очень полезное в том числе и отхаркивающие вот я чувствую я прям разговариваю часто отхаркивается ссори за подробности но так как есть так и рассказываю в общем масло да там много полезных очень свойств почитайте классная может внизу я напишу как называется это масло забыла честно помню слово вот это травы которые курят да но не помню как она по-медицински называется поэтому как-то по-другому называется по-медицински масло холодного отжима из нее делают очень полезное масло и почитайте в интернете на гугл зайдите наберите в общем да еще же этот коронавирус сейчас у нас сегодня 3 марта вчера доченьки на день рождения было и немножко так беспокойно конечно люди все у нас еще ходят без масок хотя штат вашингтон уже как обозначен красным что наносить маски но пока в нашем городе еще нету никакой такой сильной паники насколько сказать сильной люди конечно же сейчас в костка особенно там пустили стрелу вот эти группы же созданы костковский на рай на американском фейсбуке ли и на русском между русскоговорящими и сейчас прям разбирают туалетную бумагу спирт там такое знаете антисептики чё там еще макароны макароны рис я рассказываю максим шевкоска происходит так что хотелось бы это лето провести на воздухе но не знаю насколько это будет реально дай бог все прошло побыстрее бы нашли это отхаркивающее масло так еще 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 хотел сказать я хотела ты рассказал сколько стоят курсы сюда в эндаба прийти научиться и они расскажут как бизнес вести молнию сказал ты на выбород один кофту макс да вот и не помнишь точно до 200 долларов это за два дня или за сколько не помнишь может наберешься на телефоне макс вообще-то всю ночь уроки делал сейчас сонные ладно ну потом может внизу тоже напишу сколько чего потом узнаем макс все забыла вообще спит еще просыпайся с ней просто а сахар взял для меня а воды давай не будем сейчас я выключу видеокамеру мы с тобой